Привет, я Олеся Медведева. Это новый выпуск Ясно-понятно блога на канале Страна.юэй. В последние дни весь мир говорит о новом витке конфликта в Нагорном Карабахе. В Азербайджане и Армении введено военное положение. Обе страны оспаривают контроль над этой территорией. Начались полномасштабные боевые действия. В этом блоге мы собрали всю информацию об истории этого конфликта, когда он начался, как он развивался и почему новое обострение случилось именно сейчас. Многие не помнят, с чего на самом деле все началось и почему этот конфликт некоторыми своими чертами очень напоминает ситуацию на Донбассе. У меня есть друзья азербайджанцы, есть друзья армяне, и я лично выступаю за то, чтобы это кровопролитие все же наконец-то закончилось. Давайте обо всем подробно разберемся. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Во времена Российской империи, в состав которой с 20-х годов 19 века вошли современные территории Армении и Азербайджана, не было национально-территориального деления. Эти земли были разделены на губернии, в которых жили и армяне, по вероисповеданию христиане, и тюркско-мусульманское население – азербайджанцы. При этом этнические границы было провести очень трудно, ведь население во многих районах было смешанным. А Баку, это нынешняя столица Азербайджана, которая после начала разработки месторождений нефти на Каспии стал быстро развиваться и расширяться, вообще был интернациональным городом со значительной долей как армянского, так и азербайджанского населения. После революции 1917 года и распада Российской империи, в Закавказье образовались независимые республики армян и азербайджанцев. И сразу между ними стал вопрос о границе. Самым спорным был именно район Карабаха. Длительные переговоры не принесли успеха, и в 1920 году началась война, в ходе которой Азербайджану противостояло армянское население Карабаха и стоящая за ним Армения. Боевые действия сопровождались резней и этническими чистками с обеих сторон. Впрочем, сами по себе независимые Армения и Азербайджан просуществовали недолго. В 1920 году в Закавказье вошла Красная Армия и установила там советскую власть. Армяне и азербайджанцы вновь оказались де-факто в одном государстве. Вскоре были образованы Армянская и Азербайджанская советские социалистические республики. И между ними вновь стал вопрос о границе. После некоторых раздумий Москва решила прийти к компромиссному варианту. Нагорный Карабах включался в состав советского Азербайджана, но на правах автономной области. Нельзя сказать, что этот компромисс удовлетворял обе стороны. Конфликты на межэтнической почве тут вспыхивали неоднократно. Но они не носили масштабного характера. В конце концов, во времена СССР границы между республиками были чистой формальностью. И на десятилетия на этой земле воцарился мир. Но все изменилось с началом Горбачевской перестройки. В 1987 году в Нагорном Карабахе, где на тот момент 70% населения составляли армяне, начались волнения. Стоит также отметить, что в Ереване и раньше время от времени поднимали вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении. Обращаясь с просьбами об этом к Москве, но все эти просьбы оставались без ответа. С началом перестройки и гласности армяне решили, что стоит снова поднять этот вопрос. Начали активно собираться подписи за присоединение Карабаха к Армении. Это вызвало негативную реакцию Баку, и ситуация становилась все более напряженной. Уже в октябре начались первые столкновения на этнической почве, а позже все пошло по нарастающей. Союзный центр сразу не уделил этим процессам внимания и пустил все на самотек. Ситуацию усугубил конфликт Горбачева с фактическим руководителем Азербайджана Гейдаром Алиевым, членом Политбюро и заместителем главы правительства СССР. Как раз в 1987 году Алиев попал в опалу и был снят со всех постов. Это также способствовало быстрой дестабилизации и потере управляемости. В начале 1988 года областной совет Нагорного Карабаха принял решение выйти из состава Азербайджана. Напряженность нарастала, а Москва не знала, как ей поступить. Передать Карабах Армении было невозможно, так как это вызвало бы цепную реакцию в других республиках, которые имели в союзе территориальные претензии друг к другу. Поэтому тогда чиновники из столицы только уговаривали не применять силу и садиться за стол переговоров. Но это уже не работало. Межэтнические чистки и столкновения шли повсеместно. И увенчались в феврале 1988 года погромом армян в Азербайджане. После этого противостояние вышло на новый уровень. Беспорядки охватили обе республики. В Армении начали изгонять азербайджанцев, в Азербайджане армян. Советское правительство ввело войска в Карабах и в Баку, где уже шли многотысячные акции протеста и забастовки. На этой основе началось оформление движений за независимость обеих республик. Народных фронтов Армении и Азербайджана. На Горном Карабахе тем временем уже шли боестолкновения, которые переросли в масштабную войну после августа 1991 года, когда Союзный Центр фактически потерял контроль над ситуацией в стране. В сентябре 1991 года местные советы провозгласили создание Нагорно-Карабахской республики. В ответ Верховный Совет Азербайджана объявил о ликвидации Народно-Карабахской автономной области. Параллельно развернулись боевые действия, во время которых на стороне Нагорного Карабаха выступила Армения, хотя официально в войне она участия не принимала. С самого начала ход сражений принял неудачный для Азербайджана характер. К маю 1992 года армянам удалось захватить населенный Пунг-Шуша на господствующей высоте, с которого ввелся обстрел Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, а также прорвать блокаду Карабаха и обеспечить сообщения Армении и НКР. Это привело к падению президента Муталибова, которого заменил лидер Народного фронта Эль-Чибей. Он развернул контрнаступление на Карабах и поначалу добился немалых результатов. Но вскоре армяне смогли стабилизировать фронт. А в первой половине 1993 года начали масштабное наступление, выбив азербайджанские силы с большей части Нагорного Карабаха, а также из ряда пограничных с ним районов. На этой почве в Баку случился новый переворот. Эль-Чибея свергли, и к власти тогда пришел Гейдар Алиев, который взял курс на прекращение войны, чтобы сосредоточить усилия на стабилизацию ситуации внутри самого Азербайджана, который к тому времени погрузился в хаос, а Алиев хотел навести там порядок. Активные боевые действия были закончены в мае 1994 года, когда при содействии России был подписан Бишкекский протокол о прекращении огня. С тех пор конфликт пребывает в статусе замороженного. Общие потери тогда в конфликте составили 15 тысяч человек. После 1994 года Нагорный Карабах считается непризнанной республикой. Армяне, кстати, этот регион также называют Арцах. И стоит отметить, что Армения эту республику тоже не признала. При этом в Степанакерте, в столице Нагорного Карабаха, есть свое правительство, предприятия платят налоги в казну. Хотя сам бюджет на самом деле держится на финансовой помощи Армении. Но стоит отметить, что у всех жителей этой республики есть армянские паспорта, и их экономика интегрирована с армянской. Предприятия поставляют свои продукции, тоже догадайтесь куда. Валюта тоже армянская. Границы тоже как таковой нет. Штампы ставят только иностранцы. На линии разграничения там стоят армянские войска. Но перед отправкой каждый солдат пишет заявление с просьбой о добровольной службе в том регионе. Все эти годы продолжаются консультации по разрешению кризиса. Причем так же, как и по Донбассу, они проходят в рамках Минской группы. ОБСЕ, сопредседателями в которой являются Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки. Правда, ввиду абсолютного нежелания обеих сторон идти друг к другу на какие-либо уступки, политического решения этой ситуации до сих пор не выработано. Единственное, есть некоторые наметки по поводу принципов возможного компромисса. Армения и Народный Карабах отдают захваченные азербайджанские районы вокруг Карабаха. Агдам и прочее. А Азербайджан смягчает свою позицию по Нагорному Карабаху. Снимает экономическую блокаду и проводит демилитаризацию линии разграничения. План этот был разработан уже давно. И принципиально, по принципиальным моментам, с ним согласились и Армения, и Азербайджан. Однако, руководителям обеих стран просто страшно объявлять об этом своим гражданам, населению. За три десятилетия конфликта Нагорный Карабах стал священной землей и для армян, и для азербайджанцев. И любые компромиссы по его поводу воспринимаются как предательство, зрада, сдача национальных интересов. Знакомо, правда, да? Про буксовка мирных переговоров закономерно привела к обострению на фронте. Началось оно еще в 2016 году, когда в апреле прошли серьезные столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе. Также бои были этим летом, но буквально вчера началось самое масштабное обострение, начиная с 1994 года. Обе страны ввели военное положение, Армения объявила всеобщую мобилизацию. Противники, каждый, докладывают о своих успехах, публикуя абсолютно взаимоисключающую информацию. Азербайджан заявляет, что армяне потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. Уничтожены 22 бронемашины, 15 ЗРК ОСА, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и 3 склада с боеприпасами. В Армении говорят, что захватили в ходе контратаки 11 единиц азербайджанской бронетехники. Подбили 33 танка и БМП, 27 беспилотников, 4 вертолета. Потери с азербайджанской стороны оценивают в 200 погибших. Стоит разобраться, а каковы же причины нового обострения. Во-первых, по факту Азербайджан в войне 1992-1994 годов проиграл, потеряв при этом обширные территории. А реванш за это поражение является частью национальной идеи страны, которая активно культивируется властями. За время высоких цен на нефть Азербайджан смог перевооружить свою армию, нарастив ее боевую мощь. А потому всегда есть соблазн применить эту мощь на практике. Тем более, что мирные переговоры, как я уже говорила, зашли в тупик. О том, что нынешнее наступление готовилось Азербайджанам заранее, говорит и тот факт, что еще 24 сентября в СМИ появилось сообщение о призыве на службу азербайджанских резервистов. Во-вторых, война является хорошим способом отвлечь население от внутренних проблем, которые нарастают сейчас в обеих странах. В Азербайджане из-за падения цен на нефть и коронакризиса наблюдается падение доходов населения и рост протестных настроений. А в Армении премьер Пашинян, который пришел к власти через Майдан 2018 года, сталкивается со все более сильным сопротивлением оппозиции, которая обвиняет его в некомпетентности и ссоре с главным союзником России. Поэтому для властей обоих стран военный конфликт выгоден для переключения внимания населения на внешнего врага. Но выгоден он в ограниченном масштабе. Полноценная война с многочисленными жертвами на фронте может наоборот дестабилизировать ситуацию в обеих странах и создать глобальные риски для их руководителей. Тем более, что ни одна, ни вторая армия не превосходит противника, чтобы иметь возможность нанести ему решающее поражение. Именно поэтому пока на данный момент большинство экспертов прогнозируют, что война не выйдет за пределы боев местного значения, когда несколько пограничных сел и высот будут переходить из рук в руки. Единственное, что может поломать этот сценарий – вмешательство внешних сил. Армения, в отличие от Азербайджана, является членом ОДКБ. Это военный союз во главе с Российской Федерацией. Членство ОДКБ гарантирует защиту в случае вооруженной агрессии. В то же время все мировое сообщество и Россия признают Нагорный Карабах частью Азербайджана. И, соответственно, гарантии защиты Армении на войну в Карабахе не распространяются. В целом сейчас Российская Федерация занимает подчеркнуто нейтральную позицию, призывая обе стороны прекратить огонь. С Азербайджаном у Москвы также неплохие отношения, в том числе и в плане поставок военной техники. И это важно, потому что это дает России серьезные рычаги влияния на развитие вооруженного конфликта, так как Баку зависимы от России как минимум по ремонту военной техники, а также обслуживание плюс поставка боеприпасов. С призывом к Армении и Азербайджану прекратить огонь обратились и другие страны. А также международные организации, включая Организацию Объединенных Наций и НАТО. Но есть одно исключение. Это Турция, и она открыто в этом конфликте поддержала одну из сторон, а именно Азербайджан. И Турция единственная страна, которая может переломить ход событий. Если прямо включится в войну, оказав масштабную поддержку Азербайджану в войне в Карабахе, либо же ударив напрямую по Армении, в последнем случае как раз и вступит в силу норма договора ОДКБ. О защите от агрессии Россия будет вынуждена реагировать, так или иначе, на нападение на своего союзника. Причем на достаточно неудобном для себя театре военных действий. Ведь общей границы у Российской Федерации и Армении нет. Собственно, нежелание Кремля допустить дальнейшие эскалации конфликта в основном и вызвано опасением такого развития событий. Ведь чем масштабнее и дольше идут бои, тем выше вероятность того, что Азербайджан запросит военной поддержки у Турции. В случае же вступления в эту войну Турции и России конфликт может выйти далеко за пределы Закавказья. И это уже не говоря о масштабе человеческих жертв. Вся эта история с войной на Горном Карабахе очень поучительный для Киева пример заморозки конфликта. Который без политического решения вопроса никогда до конца замороженным не будет. Как показывают события вчерашнего, сегодняшнего дня. А ведь такая заморозка на нашем Донбассе, это похоже и есть план Б команды Зеленского. Если не удастся договориться с Россией на Минском треке. И недавнее перемирие на фронте может как раз стать прологом к такому сценарию. Война де-факто закончится, но реинтеграции территории не произойдет. Украина для этой реинтеграции не хочет выполнять условия, прописанные в Минских соглашениях. Присвоить Донбассу особый статус, закрепить его в Конституции не хотят по самым разным причинам, о которых мы с вами неоднократно уже говорили. В этом смысле пример Нагорного Карабаха может стать для Украины таким, знаете, образом будущего, которое строит нынешняя украинская власть. Причем это будет даже не Приднестровье, которое давно экономически уже интегрировано в Молдову, где нет торговой блокады, где нет дискриминации жителей непризнанной республики. Украина же не собирается наводить подобные мосты с Донбассом, поэтому здесь у нас более вероятно модель Карабаха с незаживающим вот уже 26 лет конфликтом, который регулярно срывается на обстрелы, а вот буквально недавно уже приобрел определенные черты войны. Понятно, что при таком ходе дальнейших событий любые европейские или натовские перспективы для нашей страны окажутся закрытыми на долгие-долгие годы вперед. Что же до России, то для нее этот вариант, конечно, хуже минских соглашений, но рождает хотя бы какую-то определенность и понимание. В случае выхода Украины из минского процесса, а это фактически уже произошло после того, как Киев отказался выполнять его политическую часть, вариант Карабах, скажем так, может пойти по двум сценариям. Первый – карабахский. Это продолжение существования ДНР и ЛНР в непризнанном режиме, но с фактической интеграцией этой территории в Россию. Российские паспорта, российская валюта, интеграция с российской экономикой. Второй сценарий – абхазско-осетинский. Российская федерация в одностороннем порядке признает эти территории государствами. Опять же таки, в обоих случаях население республик получат российские паспорта, а местная промышленность станет частью российской экономики. Украина, в свою очередь, получит постоянный источник проблем на Юго-Востоке, который все время будет чреват перерастанием в большую, полноценную, полномасштабную войну. Исторических примеров для Украины на самом деле очень много, вот только наши правители, наши политики не хотят учиться на чужих примерах, к сожалению. Я все-таки надеюсь на то, что у лидеров стран Армении и Азербайджана хватит политической воли, мудрости и здравомыслия, чтобы сесть за стол переговоров и не продолжать полномасштабную войну. Главное, чтобы не гибли люди. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, смотреть новые выпуски первыми. Делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, чтобы они знали больше о том, что происходит в мире и в украинской политике. Совсем скоро с вами снова увидимся. И не забывайте делиться своим мнением в комментариях. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!